Так, доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья, участники уроков на платформе ВАИКРА. Я надеюсь, что вы смотрите не только мои уроки. Есть очень много хороших статей, есть очень много хороших эфиров и статей и так далее. То есть мы создаем именно место такое, где люди, которые хотят распространять знания о Боди и сами приближаются к Богу и понимают, что самый лучший способ приближаться к Богу, это приближать кого-то к Богу. То есть это самое лучшее. Когда ты стараешься кого-то приблизить тоже, то ты как бы становишься с Богом в одном резонансе. Все, значит Влад Коса нас уже смотрит. Ирина Христенко, значит шалом, Сергей Серомуков, Елена Котин из Нью-Йорка. У нас доброе утро из Нью-Йорка. Да, а я сейчас в Иерусалиме как раз нахожусь. Все, Алекс поделка, шаббат шалом, у него уже сын какой, раввин прям реально такой настоящий. Давид, Давид. Но, Каверин. Все. Хорошо, друзья, мы продолжаем изучать Пертия Вод. И сегодня у нас пятая Мишна. Пятая Мишна, значит в четвертой Мишне нам сказали, что Йоси Бен Юэзер и Шреда, и Йоси Бен Юханан и Шерушалаем получили Тору Меем. От кого они получили Тору? От предыдущих поколений. Вот они, Тора шла, от Машера Бейну шла Тора, и они получили от предыдущих поколений. Это было первое поколение, когда начались уже какие-то расхождения, какие-то споры начались по Аллахе. До этого не было никаких споров, все было четко, однозначно. Как вы помните, когда было Великое Собрание, и потом был Шимон Ацадик, да, предыдущие поколения. Шимон Ацадик был последний из людей Большого Собрания. А в Большом Собрании были пророки. И когда были пророки, то всегда можно было подойти с любым вопросом к пророку. Пророк присоединялся к Богу и говорил так и так. Вот Аллаха, закон идет так, или закон идет так. Смотрел на человека, говорит, вот тебе надо этим заниматься, тебе этим заниматься. То есть пророки, они обладали таким духовным чистым видением. Поэтому не было никаких споров. Но когда уже Тора начала передаваться как интеллектуальная система, когда пророчество ушло, то уже на третьем поколении, то есть антигна Шишсоха, он был еще один, как глава еврейского народа, носитель Торы. Видно, еще в то время были пророки, которые могли его проверять, и с которыми он мог сверять свое знание. Но дальше, дальше, значит, дальше уже Тора начала передаваться уже, как сказали люди Большого Собрания, и устанавливайте много учеников. И вот антигна Шишсоха, Йосибенюэзер и Штсреда, и Йосибенюханан и Шарушалаем, это было первое поколение, когда уже было два мудреца во главе. Один был Наси, как президент, а второй был глава Равинского суда. Значит, Йосибенюэзер мы учили в прошлом Мишне. Он сказал, что главное, это чтобы твой дом был домом собрания мудрецов, и пылись прахи их ног, и петь с жадностью их знания. То есть он ставил, что самое важное, это постижение Торы, изучение Торы. Если ты изучаешь Тору и окружен мудрецами, все, у тебя жизнь идет идеально. Теперь Йосибенюханан и Шарушалаем, он добавил к тому, что сказал Раби Йосибенюэзер, и он говорит, значит, Мишна пятая. И пусть будут бедными твоими домочадцами, или бедные твои домочадцами, сейчас мы разберемся, что он имел в виду. И не умножай разговоры с женой. С женой сказали. А жене-то он сказал, что не надо с ней умножать разговоры. Тем более с женой ближнего. Отсюда сказали мудрецы, сделали вывод. Коля Марбеси Хай Майша, каждый, кто умножает разговоры с женщиной. Гурэм Раали Ацмо, он на себя вызывает зло. Батель Медиврей Тора, он в это время не учит Тору. Весофой Рэш Дейном, и в конце он унаследует ад Дейном. Давайте разберемся, что он сказал. Сейчас, вот смотрите. Сейчас мы узнаем, что он сказал. Значит, первая часть, он сказал, пусть будет твой дом открыть для гостей. Значит, Тора, как известно, стоит на трех вещах. Есть Тора, есть служение, есть добрые дела. Это Шимон Ацадик сказал, на трех вещах стоит мир. На Торе, изучение Торы, это Йосип Энюэзер нам объяснил, как учить Тору. Дом, твой должен быть домом собрания мудрецов. Учил мудрецов, ну и так далее. Второе, а вот да, на служении стоит мир. Служение, это твое намерение. То есть, то, куда ты двигаешься, что для тебя самое главное. И если раньше это были жертвоприношения, сегодня это молитва. Когда ты все время устремлен, твое главное намерение, это связь с Богом. И на Агмелут Хазадим, на добрых делах. И вот Йосип Бен Йоханан нам объясняет, что такое добрые дела. Он говорит, первое, самое первое доброе дело, это гостеприимство. Пусть будет твой дом открыт для гостей. То есть, здесь первый еврей, который установил связь с Богом, это был Авраам. Авраам Авину, про отец Авраам. Что нам известно о Аврааме? Он поставил на перекрестке дорог шатер. И все, кто сделал в него четыре входа, из четырех сторон заходили путники. И он всех этих путников принимал. Как он их принимал? Мы в Торе читаем историю, как Авраам после обрезания. Ему девяносто девять лет. И значит, ему не девяносто девять лет, восемь-семь лет ему было обрезание. И значит, он после обрезания сидит и ждет гостей. Жарко на улице. Бог специально сделал, чтобы было жарко, чтобы он день отдохнул. А он сидит и ждет. Где же эти гости-то? Идут три каких-то путника. Три в виде таких бедуинов-кочевников. Он бежит. Он им готовит. Он за ними ухаживает. Он там и так далее, и так далее. То есть, мы видим, что еврейский народ начался с Авраама, и его главное было качество гостеприимства хесед, милосердие. Хотя, казалось бы, да, ты, когда гость к тебе приходит, ты отдаешь ему. Но по факту это и есть действие, которое тебя приближает к Богу. И интересно, что есть еще такая вот мишна, мы каждое утро ее говорим, это из Гмары, по-моему, не мишна, что есть вещи, что человек кушает плоды от их выполнения в этом мире, а основа награды идет в мире грядущем. И, значит, одна из таких вещей это Ахнасат Архим, гостеприимство. То есть, мы видим, что гостеприимство, оно дает долголетие, оно дает человеку какие-то обширные связи. Сегодня это бы называлось нетвертинг, да, нетвертинг, установление связи. То есть, Авраам, так как заходят гости, он тут встретил, там встретил, здесь встретил. Потом о нем слава Аврааме идет на весь мир, какой он хороший человек, какой он гостеприимный. В общем, сказал нам Иосиф Бенюханан, что Пусть будет твой дом открыт для гостей. С этим более-менее все понятно. Это заповедь, гостеприимство, все здесь понятно. А, кстати, секунду, здесь не все понятно, потому что он был глава Равинского суда. И, казалось бы, для мудрецов, для мудрецов гостеприимство, ну, это потеря времени. Но мы видим, что и Авраам занимался гостеприимством. И есть великий праведник последних поколений, Хавицхаем. Когда к нему приезжали гости, он лично сам готовил им кровать, там, за ними ухаживал. И когда его спрашивали, вы велите мудрецам, вот это было уже там по 90 лет, и вы сами делаете это, он говорит, смотрите, какая разница, одевать тфилин или учить Тору, или застилать постель гостям. Это одна и та же заповедь, это Бог сказал делать и говорит, почему нет. То есть это такая же заповедь, как учить Тору. Но есть в ней один нюанс. Есть известная история, когда-то была такая семья в Израиле, семья Койнов. И у них была там одна ветка, которая у них была такая, как проклятие, не проклятие, в общем, они рано умирали. Они в 40 лет все умирали. А один прожил до 60. Его спрашивается в Талмуде, а как тут все умирают в 40, твоей семье, а ты прожил до 60. Он говорит, потому что я занимался, минутка садим, добрыми делами. И время, когда ты занимаешься добрыми делами, оно тебе, это продлевает тебе жизнь. Потому что добрые дела продлевают жизнь. Вот такая вот тоже есть история. То есть с этим понятно. Теперь, почему должны быть бедными твои домочадцы? Здесь, мудрецы нашей, идут две линии объяснений. Первая линия объяснений, она очень понятная, простая. Что у каждого человека есть родственники, и этим родственникам, если они бедные, надо помогать. То есть сторона нам сказала, что когда ты помогаешь кому-то, тебе Бог дает деньги, в этих деньгах есть доля тех людей, которые не могут себя обеспечивать. И дальше ты должен, часть этих денег, десятая часть обычно используется, это СДК, это как МАСР, помощь и так далее. Кому в первую очередь помогать? В первую очередь надо помогать своим родственникам, потом бедным твоего города, а потом всем остальным. Поэтому раньше, когда не было никаких там государственных служеб обеспечения, пенсии и так далее, было принято, что если в семье есть кто-то, ну семьи-то большие, которые становятся богатым, то он берет себе в дом, на работу, он берет своих родственников. До сих пор такое есть, например, в Казахстане такая клановая система, да, то есть у них есть такая как клановая система, где человек, который занимает высотий пост, он начинает помогать всем своим родственникам, тоже занимает все посты. Некоторые называют это коррупцией, но в принципе это называется помощь родственникам. Есть известная история, как в Казахстане на конкурсе Мисс Казахстан победил 43-летний племянник городского совета, главы городского совета, мэра города Астаны, то есть все отлично, да, надо же помогать родственникам. Так он победил, 43-летний племянник, победил на конкурсе Мисс Казахстан. Теперь смотрите, значит, первое объяснение понятное и простое. Если ты богатый, если Бог тебе дал деньги, возьми своих родственников, дальних племянников и так далее, возьми их к себе на работу, пусть они будут твоими домочадцами. Здесь есть две вещи. Первая вещь, это они будут начнут зарабатывать деньги. Чем давать кому-то зарабатывать, лучше давай родственникам. Вторая вещь, это обучение, потому что есть семьи, которые из поколения в поколение, они становятся все богаче и богаче. И здесь вопрос идет очень часто о том, как они думают. Например, семья Ротшильд, одна из самых богатых семей в мире. У них началась их семья с очень интересной историей. Когда самое первое начало семьи было следующее. По-моему, мэр звали, мэр Ротшильд, он работал помощником у одного раввина. Он ему помогал в синагоге, дома, и потом он женился и переехал в другой город жить. Переезжает он в другой город жить, женится, первый год проходит после свадьбы. А у этого раввина дома были спрятаны деньги, которые были отложены на свадьбу дочери приданная. И тут они, значит, залазят туда, где были спрятаны эти деньги, а денег там нету. Значит, начали думать, кто мог взять, и подозрение пало на него, на этого мэра Ротшильда. Потому что он уехал, он там открыл магазин в новом месте, он знал, где лежат деньги, и подозрение пало на него. Раввин этот говорит, вы знаете, жене там, дочери, семье, говорит, он не мог это украсть. Я вот его, ну, как бы, он у меня столько лет помогал, не работал, не мог он это украсть. А жена говорит, что значит не мог? Написано в Пертьевод, сказано, не верив в себя до дня своей смерти. Аль-Тамин ба-цмыха, ати-о-матеха. А ты веришь в него, а вдруг у него-то вот что-то у него произошло, и он украл. Что? Едь к нему, поговори с ним, пускай отдаст деньги. Раввин этот говорит, хорошо, значит, все. Ну, решил с женой не спорить, приезжают к нему, и ему говорит, знаешь, такая ситуация, пропали деньги, пропали деньги, значит, которые лежали на приданной моей дочери, ну, и подозрение пало на тебя. Ну, я просто, мне сказали поехать спросить, я поехал. Если нет, скажи нет, если ты не брал, скажи нет. Он говорит, вы знаете, говорит, я взял, это я украл эти деньги. Значит, я украл эти деньги, и я вам их верну. Говорит, у меня вот осталась только там, какая была сумма, ну, тот говорит, там, две тысячи золотых. Он говорит, у меня сейчас есть только тысяча, а и тысячу я вам верну в течение года. Значит, все, дал ему тысячу, тот возвращается, женя говорит, ты знаешь, ты как всегда права оказалась. Вот я тебе еще раз говорю, что ты права, прям удивительно, все. Ну, значит, тот начинает отдавать деньги, выдали дочку замуж. Через несколько месяцев приходит начальник полиции этого города, где жил Раввин, и говорит, вы знаете, мы нашли ваши деньги украденные, которые у вас были украдены. Значит, служанка, которая работала у вас в доме, она, значит, украла эти деньги, и дома лежали, откуда мы узнали, ее муж, пьяница, он взял золотой динар, взял золотой динар, пришел в бар, ему когда спросили, откуда у тебя золотой динар, а он напился, и все это рассказал. Значит, пришли к нему домой, ну, везде же есть осведомители полиции, пришли, нашли всю сумму денег, вот ваши деньги, они во всем признались, вся сумма. Раввин говорит, а как же, по секундочку, а он замялся, едет обратно к этому, к Ротшильду, и говорит, слушай, так ты же не воровал-то, зачем же ты сказал, что ты украл? Он говорит, вы знаете, говорит, я же вас, сколько лет я у вас работал, как я вас люблю, я понимал, насколько вам тяжело, и то, что пропали деньги, и дочку надо выдать замуж, и я знал, что если бы я сказал, что просто я вам хочу помочь, вы бы мне деньги не взяли. Поэтому я сказал, что я украл, чтобы вы могли выдать дочку замуж. И он этот, Раввин, ему от всего сердца, прям со слезами, он его благословил, говорит, я тебе благословляю, чтобы никогда твои, ну, чтобы вся твоя семья были богатые, чтобы никогда у вас не было недостатка в деньгах вообще. И дал ему такое сильное благословение, что на небе включился краник. Но этого было мало, то есть одно дело, когда краник включился, другое дело, когда то, что ты делаешь. И вот Ротшильд, он начал богатеть, но он обучал своих сыновей, у него пять сыновей разъехалось по всем странам, и там есть, ну, очень интересная история, я не помню, в какой-то книге об этом писал, или в книге «Богатей. Путь мастера», или в книге, в какой-то книге я описывал его историю, там дальше еще был интересный момент, когда, в общем, не важно, важно то, что в богатой семье, если это религиозная, честная, а речь шла о религиозных, честных людях, если есть богатая семья, и они берут себе домочадцами своих дальних родственников, у которых бедные дети там, которые, ну, не могут себя обеспечить, и эти дети воспитываются в этой семье, и они учатся, не только они получают там какие-то деньги и зарплату, но они учатся, как правильно думать, то это большая митсва, так сказал Йосип Бенюханан, по мнению одних комментаторов. Что значит, и пусть будут бедные твоими домочадцами, то есть бери на работу к себе бедных людей, и в первую очередь бедных родственников, а не просто людей со стороны. Второе объяснение другое вообще, прямо идет по другой линии, но, как всегда, и та линия, и та линия, они очень дают нам большую мудрость и большие советы. Вторая линия объяснений такая, когда у тебя есть деньги, у тебя есть домочадцы, ты их держи, не позволяй им вести себя как богатые. Что это значит? Когда человек зарабатывает деньги трудом, то он ценит деньги, он понимает суть денег, он понимает, сколько что стоит и так далее. Когда человеку деньги даются просто так, без труда, то проводили исследование, 80% людей, которые выиграли деньги в лотерею, они эти деньги теряют вместе со здоровьем, они спиваются, они становятся наркоманами, они просто сходят с ума, потому что на них с неба падает сумма денег, и эти деньги, их просто, так как деньги это энергия, они их просто рушат, рушат им голову, рушат им жизнь. И потому что, опять же, деньги магнит для злодеев, магнит для темных разных сил. Поэтому советует Йосибы Йоханан, по мнению других комментаторов, он советует, чтобы домочадцы, они воспитывались как бедные. Как бедные, чтобы они ценили деньги, чтобы они понимали стоимость каждой копейки. И приводит рабовая ДСФ, приводит такую историю, это из Талмуда история, как раби Акива и мудрецы ходили собирать здаку. И зашли они в один очень богатый дом, человека, который давал много здатей. И когда они зашли в этот дом, подходили уже, они услышали, как он зовет своего сына, и сыну говорит, сходи на рынок, купи овощи. Но не покупай овощи сегодняшние, купи овощи вчерашние, они дешевле, чтобы не тратить деньги. То есть, все, покупай овощи только вчерашние, задешево. Понятно, понятно, дал ему деньги, и сын ушел. Мудрецы спрятались, они не хотели ставить его в неудобное положение, они думали, что он обеднел, и, значит, ушли от него, чтобы даже не ставить его в неудобное положение, что не может помогать. Прошло несколько дней, и он им говорит, послушайте, я слышал, что вы собираете деньги на какое-то хорошее дело, а что вы ко мне не зашли? И, значит, они говорят, ну, мы слышали, что у тебя сейчас не очень финансовые дела, что ты даже покупаешь овощи вчерашние. Он говорит, секундочку, как я воспитываю своих сыновей, это одно, а как я даю вздаку, это совсем другое. То есть, то, что я хочу воспитать сыновей, чтобы они ценили деньги, это одно. Теперь, значит, он говорит им, идите к моей жене и скажите, чтобы она вам дала ведро полное золото, значит, полное золотых монет. Приходят они к жене, говорят, муж твой сказал, чтобы ты дала ведро полное золото. Она говорит, а он сказал, давай с горкой, чтобы насыпано было, или без горки, или прямое. Они говорят, он ничего не сказал Он сказал, чтобы мы пошли к тебе И сказали, чтобы ты насыпала в ведро полное золото Она, жена его говорит Вы знаете, говорит Я вам насыплю с горкой Говорит, если Он имел ввиду Насыпать без горки Так тогда разница, это из моей ктубы Из моей ктубы, ну то есть Брачный есть договор В котором муж и жене обещают какую-то сумму И так далее Если они разведутся Так она говорит, что эта ктуба Это как документ, она имеет стоимость И она говорит, я вам дам с горкой Если он имел ввиду, что Что без горки Иначе я из своих денег даю Он пришел домой Она его спросила, ты как имел ввиду С горкой или без горки Он говорит, ты знаешь, я имел ввиду с горкой Она говорит, ну я так и сказала Вдруг нет, так я из своих денег даю Он Рамова ДиСФ, он говорит И он ей сказал, я тебе удваиваю там к тубу, значит, раз ты такая от садика, я тебе удваиваю к тубу. То есть, второе то, что имел в виду Йосип Эньоханан, это чтобы дом, например, я читал недавно в книге Сэм Олтон, воспоминания его детей. И они говорят, мы с детства работали на всех черных работах в магазинах Волмарт, мы с детства зарабатывали, то есть, это вопрос воспитания. И второе объяснение, пусть будут бедными сыновья твоего дома, это больше подходит к тому, чтобы воспитывать их как бедных, чтобы они ценили деньги. Третье, Валь, Тарбесикай Майша, не умножай разговоры с женщинами. С женой сказали не умножать разговоры, тем более с женой ближнего. Здесь опять же наши комментаторы, они пошли по двум разным линиям. Одни говорят с женой и с женой ближнего, имеется ввиду с женой, когда она тебе запрещена. Есть моменты, когда с женой запрещено отношение, близость, и не умножать с ней разговоры в это время, чтобы, не дай бог, не прийти к нарушению. И тем более нельзя разговаривать с женой ближнего, потому что жена ближнего запрещена в принципе, это одно из самых страшных преступлений, это отношение с женой ближнего или даже желание, или даже желание каких-то отношений. Это как бы простое объяснение. Есть еще более такое объяснение. Вот эти вот первые две вещи, гостеприимство и воспитание, приглашение домой бедных родственников, особенно родственников мужа, и отношение с детьми, чтобы они были как бедные, можно сказать, диктат, когда отец строго воспитывает сыновей и заставляет, это все идет против природы жены. Потому что жена, она первая, она хочет, чтобы дом был только дом, закрытый дом и принадлежал только семье. Второе, жена не хочет никому раздавать то, что в доме накоплено, ну, гости. Третье, жене жалко детей, и она хочет, наоборот, им давать больше нежности, больше ласти, больше свободы, там, и так далее. То есть, это ее природа. Как говорил Шлома Амелев, Мишли, шмабни мусар авиха. Слушай, сынок, мусар, это наставление своего отца. И альти тоже митурат и мэха. То есть, и не отходи от поучения твоей матери. То есть, матери, они более милосердные. И вот в этом вот их разном подходе к жизни могут возникнуть конфликты. Поэтому, говорит Йосипа Ньюэзер, если ты занимаешься гостеприимством, если ты хочешь, чтобы бедные были твоими домочадцами, или первое, или второе объяснение. Альт Арбейсихай Майша, не говори об этом много с женой, потому что это вызовет, может, у вас вызвать какие-то конфликты. Это первое объяснение, вернее, это второе объяснение. Теперь мудрецы, они расшифровывают это, и они говорят, И в конце он унаследует ад. Здесь речь идет только о разговорах с запрещенными женщинами. Здесь не идут разговоры о разговорах с женой. Здесь идет конкретно, вот практически по всем комментариям, разговоры запрещены с запрещенными женщинами. Потому что, если эта женщина, тебе она запрещена, там, замужняя, ты женат вообще, или, ну, то есть, любая женщина, которая не является для тебя женой, дочерью, матерью, или, ну, все, в принципе, все. Она для тебя запрещена, и разговоры с ней, они ведут тебя совершенно, это происходит по природе человека, в направлении, которое ведет в другую сторону от святостей. Опять же, еще раз повторю, если эта женщина тебе запрещена, если эта женщина твоя, там, жена и так далее, то это не об этом говорится. Все, понятно, да? Хорошо, дорогие друзья. Хорошо, значит, давайте сделаем выводы. Первый вывод какой, что гостеприимство, оно продлевает жизнь, оно помогает. Второй вывод какой, это то, что, то, что нужно помогать родственникам и нужно воспитывать детей, чтобы они с детства понимали правильную систему, систему, правильную систему жизни, отношений с деньгами. Это очень важная тема, потому что человек выходит из дома, у него внутри уже прошиты программы. Взаимоотношения с людьми, взаимоотношения в семье, взаимоотношения с деньгами. То есть, это та прошивка, которая человек получил ее в детстве, потом она определяет всю его жизнь, всю его дальнейшую жизнь. И когда он вступает в брак, это может вызывать конфликты со второй стороной, у которой другая прошивка, да? И так далее. То есть, вот эта вот вещь, отношение к работе, к деньгам, отношение в семье, к родственникам, отношение к бедным, глутко садим и так далее, все это человек получает из дома, и очень важно в доме дать пример. И третье, если ты мужчина, то не умножать разговоры с запрещенными женщинами, потому что это хорошему не приведет. Все, это мои выводы, пожалуйста, поставьте свои выводы, отметьте, значит, что для вас было важным. И то, что для вас было важным, то поделитесь со своими друзьями, знакомыми. То есть, наша цель это распространять знания Торы, наша цель распространять свет Торы. Есть, кстати, ссылка уже на перевод главы, без, правда, без комментариев, но вы можете, тоже мы можем сделать такую совместную вещь. Если вы находите какие-то комментарии, хорошие, интересные, Мишна-Йод, то там есть возможность именно на сайте, потому что Facebook, оно потом уйдет и исчезнет. Есть ссылка на перевод главы на сайте, и вы там можете размещать какие-то интересные комментарии. Все, удачи, успехов, дорогие друзья, всего хорошего, шаббат шалом, всем хорошего дня, удачи.